Меня зовут Суровицкая Татьяна Романовна. Я мама Макара Оксаны Сергеевны, потерпевшей девочки с 8 на 9 марта. Потерпела она от рук троих ублюдков, которые жестоко изнасиловали, задушили и спалили практически заживо. Скинули ее в свалку, где куча бродячих собак. Я не знаю, как мы у ребенка не разорвали собаки. Которую чисто случайно заметил человек, услышал крик о помощи и вызвал милицию. На следующий день я поехала в Центральный РУВД, где меня сразу принимать не хотели. Но я настояла и меня принял целый консилиум. Я задала первый вопрос, экспертизу делали ребенка, потому что она изнасилована была и все разорвали. Мне ответили, что это не по их части, то есть заниматься должны другие этим. Потом, значит, я приехала с Киева, меня вызвали. Мне позвонили 10 числа в 11 часов утра. Родная сестра, она работает врачом на первом КП в военном госпитале, тоже врач. Она мне позвонила и сказала, что дочка при смерти. По телефону она мне всего не рассказала, чтобы меня не травмировать. Я заняла деньги и села на первый автобус и приехала. 11-го я была здесь в 6 утра в больнице. Я застала свою дочь в ужасном состоянии. То есть фотографии я дала людям. Вы посмотрите, что превратили моего ребенка. Вот такой девочки в такое чудовище. Это еще полбеды. Сегодня моему ребенку ампутировали правую руку выше локтя. То есть некроз, почек, они полностью сварены, полностью вареное мясо. То есть попу убрали для того, чтобы не пошла гангрена, все тело. Чтобы через неделю ребенок не умер. Когда я приехала 11-го числа, то есть я застала свою дочь в сознании. Хотя органы милиции утверждают, что девочка была без сознания. Неправду, не верьте, ответьте мне, так это было или нет. А я мама, я от нее не отхожу двое суток. Я с ней все двое суток до сегодняшней операции разговаривала на все темы. Она мне много чего вспомнила, рассказала. Поэтому ребенок мой в сознании не терял вообще. Он все время был в сознании. Но этим никто не хочет заниматься. Я наслышана, что изнасиловали и чуть ли не убили моего ребенка. Это трое ублюдок, высокопоставленных чиновников. Что двоих из них отпустили. Но где же справедливость? Это из-за того, что у меня нет машин, квартир. У меня нету блата. Я не могу никуда обратиться. У меня одна единственная дочь, которой всего 18 лет. Которая ничего в жизни не сделала и уже все потеряла. У меня сейчас, на данный момент, я только молюсь, чтобы она жила. Пусть коллега, но чтобы она жила. А этих ублюдков я прошу наказать по полной строгости. И так же само поиздеваться, как они издевались над моей дочерью.